Приветствую на 14-й встрече IT Talk. IT Talk это открытое IT-сообщество, инициированное командой DataArt. Сегодня перед нами выступят Никита и Женя, которые побывали в Барселоне на конференции Ruby Conference Barcelona 2014, поделятся своими впечатлениями и знаниями, которые там приобрели. Еще в конце встречи мы разыграем футболки, для этого я вам сейчас раздам анкетки, в которых вы можете заполнять пункты по желанию, не обязательно ставить везде галочки, главное напишите имя и фамилию, чтобы можно было идентифицировать потом победителя. Ну и передаю слово нашим спикерам. Опять всем привет. Добро пожаловать на 14-й IT Talk. Мы при поддержке DataArt с Никитой были в Барселоне на конференции по Ruby, услышали много нового, попытаемся вам пересказать то, что нам было интересно, и, собственно, поделимся своими впечатлениями. Да, конференция вышла очень интересная, там, как был взгляд на настоящую Ruby, и что сейчас происходит, и на будущее довольно интересно показали векторы, куда расти, что делать и как это изменит сцену. Так что, прошу вас. Давайте начнем с небольшого интро-видео. Это, собственно, видеоорганизаторов конференции. Те эмоции, которые им запомнились лучше всего. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 похожим на английский язык, но тем не менее, если мы зароемся внутрь, то поймем, что Руби на самом деле это не просто магия, он работает, он выглядит просто, но в середине это достаточно сложный механизм, и под всей этой магией скрываются детали реализации. Но, тем не менее, есть много альтернатив Руби, и Мацамото сказал, что я не могу в это поверить, но действительно их много, несмотря на то, что реализовать его достаточно непросто. Ну, многие из нас, я думаю, знают JRuby, реализация на Java, Rubinius на плюсах. Мацамото сказал, что Rubinius пишут люди с таким немного научным бэкграундом, они берут какие-то новые прикольные штуки из C++, которые появляются в новых стандартах, и пытаются их, при помощи их, писать интерпретатор Ruby. Ruby Motion, это реализация под iOS, позволяет писать код на Ruby, и, собственно, сам Ruby Motion будет компилировать этот код в дефолтной аппликашнной для iOS, и, собственно, это можно будет допускать как приложение на iOS. Собственно, Ruby Motion строится на основе MacRuby, реализации под OSIX. Есть еще IronRuby, к сожалению, еще есть под .NET. Также есть реализация, которая называется MacLev. Это реализация Ruby на основе Jamstone. Jamstone – это виртуальная машина для smalltalk. Также есть Tapas, реализация на Python. Интересная вещь Opal – это реализация интерпретатора Ruby на JavaScript, позволяет запускать Ruby, собственно, прямо в браузере. Выглядит достаточно прикольно, можно будет как-то посмотреть. Ну и последнее, что упомянуло у Мацамото – это Cardinal. Это реализация виртуальной машины на Perle 6. Но, тем не менее, все эти реализации, несмотря на то, что они существуют, они поддерживают только около 80% того, что умеет дефолтный интерпретатор MRI. Около 99% поддерживают JRuby и Ruby News. Но, собственно, Мацамото хотел рассказать больше не про те известные всем реализации интерпретатора Ruby. Он хотел бы рассказать про mRuby. И возникает вопрос, зачем нам еще одна реализация. Небольшой бэкграунд. Мацамото имел некий разговор с человеком из Embedded Systems, который ему сказал, что вот сейчас круто, что доминирует везде веб. Это круто, там есть прикольные языки, на которых можно быстро писать серьезные вещи. Но, конечно, он не доминирует, например, в Research Computing, где вполне неплохо с этим справляется Python или C, например. Мы не увидим веба в суперкомпьютерах. Есть, конечно, Мацамото об этом упомянул, есть люди, которые используют для вычисления на суперкомпьютерах Ruby, но это скорее исключение, чем какая-то тенденция. Также мы не используем Ruby на девайсах карманных, например, это айфоны, телефоны под управлением Android, и даже на Ардуино и каких-то небольших платах, например, тот самый Pebble. Там используется что-то меньшее, например, CC+, Java, Objective-C и так далее. Но, тем не менее, мы все используем какие-то вещи, которые можно обозвать эмбеды системами, начиная от чего-то сложного, телефон и так далее, и заканчивая чем-то простым, микроволновки, чайники, то, что здесь изображено. И человек, с которым он вел беседу, сказал ему, что, ты знаешь, у нас растет мощность наших компьютеров, которые мы имеем в этих наших эмбеды системах, и нам хочется выполнять больше каких-то задач, и, собственно, если мы хотим выполнять эти задачи так, как мы это подразумеваем, то программы будут сложнее, и, собственно, нужно с этим что-то делать. Есть... Матсмота привел забавный пример, что в Японии торговые автоматы – это достаточно умное устройство, кроме своей базовой функции продавать что-то, они еще позволяют юзерам играть на них во время ожидания чего-либо, и даже если этот автомат продает какой-то алкоголь, то они иногда оснащаются системой распознавания лиц, чтобы не продавать алкоголь несовершеннолетним. И, собственно, этот человек ему сказал, что нам нужно писать, разумеется, больше кода, быстрее, чтобы это было дешевле, и, собственно, чтобы с этим справлялась команда меньше, чем у нас есть сейчас, которая пишет на той самой Java, пишет на C или на чем-то еще. Если посмотреть, что мы можем использовать, кроме mRuby для embedded system, то Матсмота сказал, что вот есть C-Ruby, например, ну, собственно, дефолтный интерпретратор, но он не подходит, потому что у него нет embedded API, и он не написан для embedded систем, и, например, нам не нужно в какой-то embedded системе часто линковать в библиотеке, если взять J-Ruby, то это тоже не лучший вариант. А, еще я забыл упомянуть, что один из крупных минусов, почему нам не подходит J-Ruby, полностью на BSD, на Windows так себе, и, конечно же, делать реализацию POSIX на, например, Arduino или на чем-то еще полностью, это не очень удобно, поэтому с J-Ruby нас отпадает. Если взять J-Ruby, то в J-Ruby, по-моему, это слишком много Java, и, конечно, это подразумевает под собой то, что нам нужно больше памяти, больше ресурсов, для того, чтобы поддерживать виртуальную машину, ну и точно так же, как и все Ruby, нет в embedded API. И если взять Ruby, то, собственно, он тоже нам не подходит. Поэтому нам нужен какая-то новая тулза для того, чтобы выполнять те задачи, которые нам нужны на embedded системах. Мацумото предлагает M-Ruby. Значит, что мы получаем, если будем использовать M-Ruby на embedded системах? Во-первых, embeddable API. Во-вторых, мы сможем использовать тот самый ERB, который у нас там знакомит с Ruby. Он называется здесь внезапно M-ERB. Также M-Ruby требует меньше ресурсов, чем существующие уже реализации. Интересный пункт про garbage collector. Если их кто-то интересовался, то вот там версия 1.9, 2.0, 2.1, все время garbage collector меняется. И вот incremental generation garbage collector, насколько я знаю, в дефолтном M-Ruby не используется. Также у нас мы получим гибкость, если будем использовать M-Ruby. Мацумото приведет примеры, когда мы можем компилировать этот интерпретатор, передавая туда переменных окружения. Например, максимальный тип данных, который мы будем использовать, там int или long int и так далее. То есть достаточно удобно. И с поддержки синтаксис он сказал, что будет поддерживать только 1.9. 2.0 для embedded system, наверное, не так нужен. Ну и, собственно, последний бенефит, который мы получим, это генерация того, что мы напишем на M-Ruby в код на C, который мы, собственно, потом тоже сможем, как с примером с RubyMotion, когда мы перегоняем это все в объекте C, мы точно так же можем это запускать на менее производительных машинах, если скомпилируем код, написанный на M-Ruby, собственно, в исходник на C. Вот это, собственно, слайд, который еще раз говорит о том, подтверждает слова Мацумото, что в Японии автоматы и достаточно, на первый взгляд, простые устройства, они умеют не только выполнять свою основную функцию, а и делать много всякой развлекалов. Собственно, M-Ruby есть, разумеется, на GitHub, можно его посмотреть, пощупать. И последний интересный момент, на разработку M-Ruby Мацумото договорился взять грант у, собственно, Министерства экономики, торговли в Японии. Я передаю свое слово Никите. Следующий доклад довольно интересный, он про оптимизацию производительности в Рубе. Автор доклада Эрик Михаил Огер, он контрибьютировал очень много в J-Ruby, в Ubimios, в Rails и написал несколько полезных генеров, которые можно посмотреть в его твитке, на каждой гене. Итак, интересная тема в Рубе, которая не так часто поднимается, по поводу оптимизации. Обычно рубисты не любят оптимизацию, потому что они в первую очередь любят Рубе за то, что его легко читать, и он себя объясняет очень хорошо, часто комментарии не нужны. И вот первый приводит пример к стату Кнута по поводу того, что 97% случаев предварительная оптимизация бессмысленна и даже вредна, корень всего зла. Почему это так? Люди, которые часто занимаются оптимизацией, работают с этим, заметили, что у человека, в принципе, очень плохая интуиция по поводу оптимизации кода. Они проверяли себя приборами разными и пытались угадать, насколько будет быстрее запускаться другого, и промазывали цифрами, даже зная, что медленнее, что быстрее, на минус 80 плюс 400%. Это очень много. Еще один статок Кнута по поводу того, что в устоявшейся инженерии, в строительстве машин, автомобилей, считается, что если мы можем получить 12% производительность с маленькими усилиями, то это того стоит. Не просто того стоит, это нужно сделать. Соответственно, мы должны это использовать и в программировании тоже. Ну и в Ruby. Статистически, евристически вывели. Следующий критерий Ruby сделан для того, чтобы делать программиста счастливым. Ну, даже не заказчика, а программиста. Собственно, цитата Матса. Рассмотрим уровни оптимизации. Первое, дизайн. То есть, использовать более эффективные алгоритмы и, соответственно, очень сильно ускорять наш код. Мы это здесь не рассматриваем, но, в принципе, компьютер-сайенс очень интересная тема. Второе, писать более быстрый код. То есть, код Ruby очень разнообразен. Можно некоторые делать команды более быстрые, чем другие. Также мы можем при запуске Ruby указывать разные флаги, но это очень специфически. Нужно понимать, что ты делаешь и не получишь большой выгоды с этого. И компиляция. Ну, Ruby не компилируется, кроме некоторых исключений. Так что, не особо что-то ускоришь. Рантаймом же мы не занимаемся. Это работа Матса и кое-что. Собственно, для измерения производительности кода здесь использовался бенчмарк обычный. Интересное замечание, что есть бенчмарк IPS библиотека, которая позволяет нам запускать код, тестировать не по итерациям, мы здесь видим 50, а по времени, например, 5 секунд. А потом сравнивать, кто сделал больше итераций. Это, собственно, помогает, опять же, когда ты не знаешь, что такое 5000, как долго оно будет запускаться, запустить его на 2 секунды и посмотреть. Просто не парюсь. Итак, у нас есть наши цели. Первая цель. Мы должны оптимизировать наш код так, чтобы он давал хотя бы 12% улучшения производительности. Мы эту цифру просто взяли из другой среды. То есть мы в нее не вникали. Код должен становиться более легко читаемым. И он должен, эта оптимизация должна делать нас счастливыми. Собственно, что из последнего извлекается. И первый пример. Мы вызываем объект прока против гилда. То есть когда мы передаем блок, мы создаем объект прока. А во втором случае мы просто передаем блок в гилд. Ну тут название методов понятное, медленно и быстро. Но как вы думаете, насколько будет быстрее второй метод с гилдом? То есть сколько раз, процентов? Минимум, да, 12% есть. 20. Ну в общем, шокирующие новости в 5 раз быстрее. За счет чего это достигается? Слева у нас создается новый объект, выделяется память. Это очень медленный процесс. Справа у нас это все прописано внутри. Поэтому оно настолько быстрее. Следующий пример. Ну мы уже поняли, что прок всегда быстрее блока. Так, нет, не совсем. В этом случае символ 2 прок 2 будет быстрее. Но здесь больше исторические причины. Он быстрее всего на 20%, но это код, который используется очень много где. И полезно, что можно его так легко улучшить, что он будет более легко читаемый, быстрее. А за счет чего это происходит? Когда первый раз добавили эту нотацию, ну, добавили просто для красоты, она была такой же скоростью. Потом она была медленнее, потому что оптимизировали первую, а вторую оставили на старую исполнение. А потом ее оптимизировали Ruby 2.0, так что она стала быстрее. Сейчас она быстрее, а, собственно, старый метод не был. И Eric, the poor request of Rails, и 4.2, собственно, будет везде использоваться уже. Так, если мы проходимся по numorable мапам, а потом его оптимим, или используем flatmap, то логично, что второе будет быстрее, потому что мы проходимся по нашему numorable объекту один раз, вместо двух раз. И, если кто-то хочет себя проверить, сколько раз будет быстрее второй метод. А что, как? В 4.5 раза. То есть, казалось бы, всего лишь проходимся один раз меньше по объекту, но бачмар показывает то, что есть. Да, будет, но здесь примеры были с минимальным, минимальным вебиналом. Там будут дальше еще примеры, тоже, с работой со стрингами. Собственно, hash merge против hash merge знаков скрицания. Кто хочет, предположить, что, в принципе, будет быстрее. Ну да, потому что мы мутируем объект, вместо того, чтобы создавать его копию. И в три раза быстрее мутировать объект. Но это еще не все. Мутация объекта — это создание пары ключ-значения и слияние его с хэшем. Но мы можем просто взять хэш, сдать ему ключ и присвоить значение. И мы получим еще в два раза больше плюс производительности. Следующий пример — то, что мы все используем. Когда нам нужно заменить, например, строки http на https, все равно большинство пишет gsub вместо саба. И, ну, казалось бы, прошлось по всей строке, вместо того, чтобы заменить его в самом начале. Но даже на такой короткой строке 50% приостов. Это еще не все беды gsub. Есть такая команда на строке tear. Это rush-throw-sync-transform. И она, собственно, предназначена для того, чтобы заменять символы. И она делает это намного-намного лучше gsub. Пять раз быстрее. Ну, это известный всем антипаттерн использования exception в качестве контрольной структуры. Все знают, что это плохо. Ну, интересно знать, насколько это плохо. И это плохо в 10 раз. Будущее. В принципе, все эти оптимизации неплохо знать и неплохо использовать в своем коде. Но гораздо проще было бы, если бы был, например, компилятор в Ruby, как в Ирланге. Или, который бы приводил все эти структуры к наиболее эффективному виду. И таким образом нам бы не приходилось об этом думать. А можно было просто писать код. Собственно, сделано Эрико. Рисовала Ребека его подруга. Кнута играла черепаху. И код Аарона Паттерсона играл Макси. Спасибо. Я хотел бы рассказать про доклад Эмилии Столфа, которая рассказывала про ответственность за релиз, а именно про обратную совместимость. Эмилии работает в MongoDB. Занимается тем, что делает драйвер, собственно, для языка. Начнем с геймфайла. Все из нас используют геймфайлы. Выглядят они, собственно, вот так. Но никто из нас не задумывался, а, возможно, и задумывался, зачем фризить версии гемов. По сути, Рубис общество развивается достаточно быстро. Оно активное и большое. И проблема в том, что инновации, новые фичи, они будут в связи с нами. Получается, что… Как ты работаешь? Средний лаверчик. Лаверчик. Когда я вспомнил, это было в трещине тип-то, в отличие. Побольше, чтобы это использовало новое возможности языка, возможно, перейти. Я решила версию языка. Но проблема в том, что если мы не будем ставить, проставлять версии гемов, что достаточно частая ситуация, когда после обновления у нас теряется функциональность, которая уже была. И получается, что вроде бы хорошо, что мы все время на гребне волны, все время пытаемся что-то имплементить новое, но мы часто забываем про обратную совместимость. И, собственно, из-за этого нам приходится проставлять версии библиотек, хотя мы могли бы, приобретая какой-то новый функционал, новые фичи, не терять то, что у нас уже есть. Разумеется, Эмили это затронуло, потому что, если говорить о СУБД и даже о написании драйвера, то они не могут поступать вот таким вот образом, потому что у нас данные, которые хранятся к ним, способ доступа к этим данным должен оставаться прежним, и чтобы люди не теряли бизнес, и теряли огромные объемы данных, и, собственно, это причина, почему Эмили затронула тему с гемами. Ну и, собственно, когда вы пытаетесь пушить разработчика, что вот, вы обновили версию гема, а у вас там отвалилось то, что уже работало, ну, как бы, да, можно услышать банально, что вот, это не часть официального API, простите, возьмите какой-то другой гем и так далее. Собственно, следующее, о чем рассказала Эмили, это о том, что есть три вещи, которым можно следовать, чтобы ваш код был максимально обратно совместен. Это простой API, прозрачные коммуникации и семантическая версионность. Простой API. Иногда бывают ситуации, когда у нас есть некая библиотека, которая, например, там работает с API-ем Твиттера, и тут Твиттер решает изменить свой API, и проблема в том, что разработчики, которые использовали этот API, и делятся всегда на две категории. Те, которые берут и исправляют вызовы к API-шке Твиттера в каком-то одном месте, и те, которые перелопачивают там половину кода, каждую строку, и смотрят, что вот здесь вот используется, и опять вот здесь вот используется. Собственно, нужно держать баланс между стабильностью и возможностью гибко что-то изменить, чтобы не было вот, собственно, таких ситуаций. Собственно, есть способы, следуя которым мы можем оставлять возможность менять гибко наши API. Что нужно делать? Нужно добавлять, если мы пишем какой-то метод, нужно всегда использовать дефолтные параметры, чтобы старые, если мы пытаемся обновить версию библиотеки, то чтобы старые методы, даже если мы изменили количество аргументов или характер аргументов, чтобы это все работало и дальше. Понятно, что добавлять методы и добавлять подклассы. При этом не изменять название классов, не изменять название методов, и, разумеется, по разрезу первому пункту не добавлять, особенно если вы обновляете в библиотеку какой-то новой версии, не добавлять аргументов без дефолтных параметров. Дальше. Модульность. Все мы знаем, что такое инкапсуляция, что вот банальный пример нескрытия кровавых деталей, как сказала Emily, когда у нас есть некий метод addUser, в котором описано не только то, что он должен делать, собственно, добавление юзера, описано много кровавых деталей, то, что здесь можно увидеть, обработка exception и так далее. Это нужно вскрывать, когда вы будете пытаться расширять или добавлять какие-то новые методы, чтобы вы в этом не закопались. Ну и, собственно, метод, как мы все знаем, должен делать то, что он должен делать, и вся какая-то дополнительная функциональность должна быть куда-то вынесена. Следующее, о чем можно сказать, это про то, что иногда полезно иметь так называемый модуль совместимости. Мы можем добавить в минорную версию некий модуль, который будет поддерживать до выхода мажорной версии ту функциональность, которая у нас будет деприкатить в мажорной версии. И, собственно, после того, как мажорная версия выйдет, тогда это позволяет нам не шокировать юзера и пытаться плавно перевести его на какой-то новый синтаксис или пытаться научить или приучить его к каким-то новым фичам взамен старых. И, собственно, бэкпорт можно делать, если, конечно, вам это необходимо. Пример от Emily был. Они саппортят Ruby 1.8.7. И был интересный пример про то, что, собственно, Mongo саппортит, поскольку они саппортят 1.8.7, они саппортят старые хэши. Но, опять же, это можно делать, но можно, в принципе, выбрать другую стратегию. Идем дальше. Прозрачные коммуникации. Первое, про что можно сказать, это про то, что всегда нужно четко определять скоп того, что мы будем поддерживать. То есть в качестве примера можно перевести то, что показала нам Emily. это версия драйвера и версия, собственно, сервер-вершин. Если вы заявляете, что вы поддерживаете версию Ruby 1.8.7 или что-то может... Или 1.9.3, как в том примере с хэшами, то нужно заботиться о том, чтобы весь функционал языка Liza 1.8.7 поддерживался. Иначе тогда как-то для себя решить, что вот мы помечаем, что это поддерживается, но не тестировалось, а вот это поддерживается полностью, а это не поддерживается вообще. То есть четкое определение скопа того, что мы саппортим. Ну и, разумеется, нужно тестировать все, что мы поддерживаем, чтобы не вышло так, как иногда выходит или часто выходит у Microsoft, когда релизная версия уже вышла, а потом 70-70% планшетов отзывают, потому что синий экран. Собственно, если составлять такой список фич, то можно вот в таком виде, собственно, это все помечать протестируемо или непротестируемо, и таким образом можно контролировать себя, что вот мы заявили некий скоп, и этот скоп у нас точно работает. Ченж-логи. Ченж-логи, конечно, важны, особенно если говорить о тех же самых гемах, потому что когда старая функциональность пропадает, она перестает работать, то сразу хочется пойти и посмотреть, как же она теперь работает, как ее переписать, и, собственно, ченж-логи нам в этом помогают. Также для того, чтобы поддерживать обратную совместимость, необходимо следовать деприкейшн-стратегии. Собственно, если у нас есть какой-то запланированный новый функционал, на который мы хотим перейти, но есть еще часть юзеров, которые все еще сидят там, используют какие-то старые методы, старые фич, то не нужно сразу же при новой версии, или там в каком-то новом, новой мажорной версии сразу же это убивать. Желательно действовать немного мягче через деприкейшн, чтобы юзеры, опять же, имели какое-то время, чтобы свою систему поменять, и при выходе следующей мажорной версии она уже работала у них нормально. Ну и последняя версия – это семантика. То есть семантику на самом деле любят очень немногие, наверное, мало кто ее любит. Она полезна для заказчиков, потому что у нас есть там минорные, мажорные релизы, патчи, и это все неплохо документировать, чтобы показать, что мы добавили, за какой период времени и так далее. Но, конечно, это все большой кусок работы, и чтобы его проделывать, разумеется, нужно время. И, собственно, что мы получаем, если все-таки следуем этому пути? Вот гемфайл, который у нас, собственно, вот так сейчас выглядит в Rails. Но, тем не менее, разумеется, все эти библиотеки имеют какие-то зависимости, но имея версионность каждой из библиотеки, нам не приходится здесь видеть дерево этих зависимостей. Это все скрыто там в гемфайл локер. И мы имеем такой вот чистый файл со списком библиотек, который удобно поддерживать и, собственно, пользоваться. Ну и фоловля вот это вот все, пытаясь сделать так, как рекомендовала Эмили, по ее словам, у вас будет чище код, вам будет легче выпускать новые версии. Ну и, собственно, фичи, которые вы планируете, если вы планируете их правильно, и вот используя те техники, которые только что были описаны, вы сможете писать и выпускать хороший итог. Итак, следующий доклад был сделан Джейсоном Кларком. Это спеллиология в рубе, то есть дебах, исследование кода. Джейсон имеет очень большой опыт в Java, перед этим и в C-sharp, и в C. И, в принципе, он знает что-то про дебах, поэтому ему было с чем сравнивать. Итак, самый простой и самый ужасный способ дебага, и ужасно простой, это пулсом дебажить. Джейсон предложил интересную идею, добавлять инициалы вначале, чтобы все знали, чей это пулс, кого бить ногами. Если мы хотим протестировать метод, но не хотим, чтобы наш пулс потом выливался на production, если мы его не убрали, можно добавить переменную, называть ее, например, бидаг, и указывать ее false production и true development. Соответственно, будем выводить значения. Допустим, наша функция where method очень горячая, вызывает очень часто, и мы не хотим видеть кучу информации. Можно таким образом, с помощью глобальной переменной, вызывать ее раз в тысячу раз, и, например, что мы видим. Также очень полезный метод caller в стандартной библиотеке, который позволяет нам узнать, где же этот метод был вызван, и только посвятить цепочку. Хак от Джейсона добавить интендацию, чтобы это было еще проще. Ошибки. Когда у нас возникают ошибки, нам уже пулс не поможет. Допустим, у нас есть такой вот офигезный метод, который ничего не делает, когда мы раскаем ошибку. Что делать? У Ruby есть флаг D. Он показывает все эксепшены, даже как они возникали по выполнению кода, и можно просмотреть, что где было. Идем дальше. Допустим, этот метод, флаги метод, вызывает у нас эксепшен, который тоже не проходит. Мы можем вызвать его с помощью глобальной переменной знаков скрицания. Нам покажет вот это. Ладно, нам покажет ошибку. Собственно, как дебажить треды? Треды, когда умирают, они обычно просто уходят никуда. Но есть компирационная переменная, которая абордан эксепшен, позволяет нам установить выполнение программы и, собственно, вызвать, показать, в каком треде, что произошло. Идем дальше. Итак, гемы в нашей библиотеке, которую мы используем, в отличие от всяких Java, C-Sharp, они просто хранятся как код у нас в системе. И это очень хорошо. Это то, к чему мы все привыкли, но то, что на самом деле очень помогает нам. С помощью бандлера можно открыть любой гем, указав с эдитер. Также эту фичу добавили в RubyGames с 24.0. И после того, как мы открыли гем и добавили туда кучу куцов, может, вообще его сломали, но, может, хотим его обновить, для этого существует команда Plystain. Наши RubyGames хранят кэш гема, когда мы его скачиваем, и мы можем сюда до него откатиться. Полезно. Гемы, которые помогают нам добавить. Собственно, первый гем Hometown, он написан автором этого доклада, и он позволяет нам следить, где инстансируется объект конкретно. Ну, причем, где бы он не инстансировался. С помощью команды for нашего объекта нам возвращается вот такой вот класс, в котором есть backtrace, и можно проследить, где он вызывался. Всем известен GamePri, который позволяет нам дебажить. Собственно, вставляем наш аналог брендпоэта, и видим наш кофе. И с помощью аналогов консольных команд можно посмотреть, что вокруг происходит. Но хочется чего-то больше. Вот, кстати, вот дополнительная команда, интересно, которая возвращает, где мы находимся, если мы потерялись за сообщениями. Хочется чего-то большего. Хочется иметь полноценный дебаг, который позволит нам идти дальше, входить в методы, и вокруг Praia есть хорошая экосистема, которая позволяет это делать. Для разных версий МРА. Собственно, мы можем использовать по нашему коду Next, Step и Continue, что является полным аналогом. Спасибо. Дальше, Джейсон рассказывал про дебаг тредов с помощью C-дебагера. Это было достаточно хардкорно, можете почитать деклад отдельно, но мне сказали интересную вещь вначале, что если вы это делаете, то вы уже находитесь в глубокой пещере, из которой вам сложно будет выбраться. Жаню, следующий. Дальше, доклад, который показался интересным, это доклад Доклад Пэта Шаунесси называется «Хлубоков актив рекорд». Собственно, Пэт автор книги «Руби под микроскопом». Сам эту книгу я не читал, но Пэт рекомендовал прочитать ее всем. Собственно, даже, насколько я помню, спрашивал у зала, кто эту книгу читал, рук подняло немного, но книжка интересная, насколько я знаю, и, собственно, кроме авторства, Пэт еще и известный блогер. Значит, Пэт захотел посмотреть, что мы имеем под красивым вызовом актив рекорда, что у нас происходит в самой глубине, когда идут запросы от Руби, и, собственно, тогда, когда они доходят до RL и, собственно, когда превращаются в SQL. Начнем мы с путя Руби в ActiveRecord. Пэт основная причина, почему он решил рассказать о том, что у нас происходит внутри, он сказал, что в 2009 году он попробовал Руби, и после того, как он до этого писал на Java и на PHP, когда он увидел вот строчку, которая выглядит вот так, он был поражен, как это просто, насколько это естественно выглядит, и что это действительно работает, и это круто. Но на самом деле, возможно, кто-то может подумать, что это какая-то магия, но, разумеется, никакой магии нет. Внутри это десятилетие труда, и это все превращается в достаточно непростые вещи, и, разумеется, ему, как автору такой книжки, было бы, было интересно посмотреть, что внутри, собственно, ActiveRecord и, собственно, дальше. Значит, мы разберем простой запрос, который выбирает из таблицы Users некую запись, которая соответствует условию нахождения в имени CaptainNemo, и мы выбираем первую из этих записей. Возьмем наш класс моделей, класс User, который наследуется от ActiveRecord Base. Собственно, что у нас будет происходить, когда мы попытаемся у класса вызвать метод Where и передать туда CaptainNemo, мы получим, собственно, сам класс User, ActiveRecord Quering модуль, в котором будут реализованы методы Where и метод All. Сам по себе метод Where является некой, если его вызывать у модели User, например, то это будет некая аннотация, которая превращается потом в All. Where, то есть, ну, синтаксический сахар. И из ActiveRecord Quering мы получим, собственно, еще один Where, который у нас вызовется уже после All. Дальше у нас будет работать ActiveRecord Relation, в котором, собственно, будет фигурировать наши условия. И кроме условий у нас есть еще выборка первого элемента, которая, собственно, добавится сюда в виде сортировки и лимита 1, как это известно из SQL. Если посмотреть немного глубже, что мы имеем после ActiveRecord, то есть библиотека, которая называется Arl. Это, собственно, библиотека, на основе которой работает ActiveRecord. Пошифровывается на Relation Algebra и позволяет строить синтаксическое дерево, которое будет интерпретировать наш ход на Ruby в виде SQL-запровки, запросов путем построения этого дерева и прохождения. Возьмем все тот же запрос и попробуем построить дерево, по которому Arl будет проходить при выполнении этого запроса. Select у нас останавливается на Select выражении, дальше идет распределение, распределенный блок Select Core, он сам по себе ничего не имплементации в нем нет, это просто, собственно, связной для вот этих остальных блоков. Дальше у нас идет выбор из таблицы Users, то есть у нас уже как бы есть некий атрибут. Собственно, мы можем выбрать не с одной таблицы, с нескольких, поэтому Arl дальше идет в Join Source и, собственно, приплюсовываем условия, которым мы хотим соответствовать, это, собственно, значение имени является переменной ID. И дальше мы идем сортируем то, что мы получили по полю ID, выбирая при этом первую из найденных записей. Дальше Пэт сказал, что вот на этом я хотел бы остановиться. Почему? Потому что дальше мы можем углубиться еще глубже, собственно, в C, в катализованную GPU, но это тема для следующего конкуренса, поэтому мы можем сделать пау. кстати говорю, Пэт дальше еще рассматривал пау. Паскры SQL в своем докладе и выяснил, что там происходит весь этот процесс обратно, то есть мы сначала делаем SQL, а потом ZW SQL точно таким же способом тоже строим B3 и делаем запросы достаточно неэффективно. Итак, Evan Phoenix это сооснователь компании Vectra будущего возможного убийцы Heroku и он хочет рассказать про сервисы, сервисы, сервисы. Сервисы бывают разных размеров, мы будем рассматривать микросервисы, то есть построение приложения основывается на исключительных сервисах в основном. И Evan хочет поделиться опытом в какие ямы он попадал, какие ошибки ему мешали это делать. как в принципе часто идея сделать приложение на сервисах разваливается. Тут какие стены на утыкаются. И мы идем дальше. Ну, что такое разберение на сервисы? Структурирование нашего приложения на отдельные элементы, изолирование, ну и получаем с этого профит. Собственно звучит очень хорошо, но какого размера микро? никто не соглашается на какую-то одну идею, что микро это вот столько. Поэтому Эван просто прикинул какое его мнение по поводу того, что такое микро и показал его здесь. Микро это то, что оборачивает одно сущность. То, что работает с пользователем, с логином, с имелем. Какие пользы сервисов? Ну, прежде всего don't break my shit собственно. Если ты не видишь чего-то, ты не можешь это испортить и у тебя приложение будет работать более стабильно в целом, если делать все правильно. И можно будет деплоить разные сервисы в разное время. Соответственно пока мы работаем над платежной системой, можно уже деплоить контент какой-то. Ну, соответственно в этом процессе превращения нашего монолита в кучу маленьких сервисов есть очень много ловушек, которые все забридают с видной частотой. И прежде всего мы когда создаем приложение, мы должны понять за что каждый сервис будет отвечать. И кажется логичным сделать один сервис на один контроллер. То есть контроллер он контроллер контролирует наши модели и наделаем для него сервис. Собственно никогда не делайте это. Есть уже ошибка, которая вызвана этим подходом называется Active Record Chop. Когда наши контроллеры, наши сервисы начинают дергать одни и те же модели. И это приводит к тому, что уже никто не знает что происходит. В общем нам советуют очень сильно этого не делать. Ну хорошо игнорируем контроллеры, но у нас есть модели. Классно сделать сервис на отдельную модель. Но тут тоже возникает ошибка. Ошибка называется N plus 1. Когда мы собственно пишем какие-то контроллеры, которые дергают наши объекты по чуть-чуть. Например, взять имя всех пользователей. и мы влипаем в ситуацию, когда нам нужно сначала взять всех пользователей, потом сделать N запросов и наша система очень долго ждет, пока мы запрашиваем наш сервис для информации. Соответственно, это плохо. Вместо этого Evan предлагает использовать архитектуру whiteboard. Соответственно, рисуем наше приложение, выделяем логические области, то, что говорили сначале, и создаем сервис на каждую одинологическую область. Интуиция часто работает намного лучше, чем просто ступое выделение наших файл-сервисов. Деплоймент. Деплоймент станет одновременно легче и сложнее. Легче, потому что мы сможем деплойить отдельно наши сервисы, которые готовы, но смогут команду разбить еще на более маленькие юниты, которые будут работать над этими сервисами. Но сервисы будут отличаться, процесс деплоя будет тоже немного отличаться, и это может все вылиться в очень большой юморой с этим всем. Соответственно, если мы не задеплоем наше приложение, то оно даже как будто и не написано. поэтому нужно использовать какие-то вратеры, например, для деплоя или платформы. Собственно, у нас есть Capistrano в качестве вратера хорошего, у нас есть платформа за сервис Heroku в Cloud Foundry, там еще достаточно много сейчас появилось, и Vectra, которую пишет команда. Идем дальше. Совет про приложение, которое написано на самом деле, этот совет подходит под любое приложение, написанное программистами, раз в месяц сделать пожарную тревогу, и собираться там с компанией, на бежонное пиво, и обсуждать, у нас что-то сломалось, что мы будем делать, распределить обязанности, кто какие логи проверяет, что где находится, потому что когда за спиной будет стоять сел, и такое все сломалось, я теряю деньги, то будет зазабываться в диалоге, и непонятно будет, кто что делать. Когда мы делаем приложение на сервисах, мы используем в качестве протокола обмен информации интернет. Интернет очень хрупок, и он будет рушиться, падать, создавать проблемы, поэтому нужно ожидать ошибку, соответственно, потихоньку убирать функционал, но чтобы он был, а не выдавал ошибку. Во-вторых, вместо того, чтобы выдавать кэши, лучше просто показать ошибку, то есть пользователь пойдет по своим делам, или сервис пойдет по своим делам, то есть я не могу получить информацию отсюда, не покажу, трендер, так сказать. Также частая ошибка бывает дедлоу, когда наш сервис обращается за информацией в другой сервис, тот в другой, а этот в первом, и соответственно запрос не может разрешиться, и это достаточно сложно дебажить. по этому поводу хорошо создать айдишник каждому сообщению, которое мы обмениваемся между сервисами, и логировать это все, чтобы потом было понятно, что или сломалось, и что это происходит. Нужно создать в самом начале конвенцию, как у нас это происходит, стандарты, как сервисы общаются, как они выглядят, и придерживаться этих стандартов, потому что наш деплой, он должен быть скучен, он должен быть простой, и он должен работать. Нужно ли вам использовать сервис? Ну, на самом деле все здесь используются сервисы, потому что мы используем базу данных. И база данных является сервисом для приложений. Поэтому тут другой вопрос. Что делать с этим? Потому что чем больше приложение растет, тем больше сервисов мы в него добавляем, потому что человеческий мозг не может охватить все приложение целиком, если оно достаточно большое. поэтому мы его развиваем на маленькие сущности, как был придуман обдак. Поэтому этот вопрос не будем ли мы делать, а когда будем, и будем ли мы к этому готовы. Спасибо. Да, прошу, сейчас. Так, следующий доклад, собственно, от меня последний, про рефакторинг такого человека, которого зовут Том Стюарт. он создал гем, который называется Monats. Собственно, поговорим про этот гем. Значит, все мы используем стэк, стэк, причем мы все знаем, что стэк имеет определенный набор операций, там, поп, пуш, топ и так далее, и несмотря на то, что реализовать работу со стэком и то, как реализованы эти функции на разных языках программирования может быть по-разному, там, в зависимости от того, как это свой язык. Мы все это используем, не задумываясь, если мы видим, что у нас есть метод поп, есть метод пуш, поп, мы все не задумаемся, как это может работать, если мы видим, что это стэк, у него есть такой метод, то мы это просто изделим. Значит, давайте проведем небольшой рефакторинг. У нас, допустим, есть приложение, которое достаточно простое приложение и простая структура данных, которые встречаются часто в примерах, блок, который собой, у которого есть некие категории и в этих категориях лежат посты, а в этих постах, собственно, лежат комментарии, каждый пост может быть прокомментирован. Допустим, у нас есть задача получить весь текст, полностью весь текст, который у нас есть в этом вебоке. Мы можем это сделать при помощи такого метода вебоксин, который у нас будет пробегать по каждому из этих моментов, и вытягивать в конечном фонде вебет. Можно заполнить наш блок по стране, как то, например, и, собственно, вот сейн выведет у нас что-то в катастрофе. Но давайте посмотрим внимательно этот метод. Можно увидеть, что здесь мы больше думаем о том, что у нас есть вебоксин, который стоит, в котором есть комментарии. Это показывает вебоксин, 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 собственно, стройка, которая у нас делает то, что нам нужно получить, она единственная. Если вложность будет большая, то все уедет из права катастрофе. Том предложил использовать некий класс, например, many, который мог бы обернуть наш катастрофе, который мы хотим использовать при помощи метода andzen, который будет принимать блок и, собственно, строить то, что нам нужно строить на каждом уровне, потому что функциональность одинаковая, мы через flatmap получаем доступ к тому, что у нас вложено и массив. Значит, и тогда вот этот метод у нас превратится в что-то такое. Выглядит все так же не сильно красиво. мы можем это немного отрефакторить, подвинув и заменив это, чтобы это выглядело как-то вот так. Но давайте попробуем добавить еще статистическую массаж отрефакторить. Определим проведение методом миссии собственно то, что нам нужно делать с этими объектами на вдягивание через класс, который мы создали в мэме, вдягивание слов и, собственно, получение конечной победы. Тогда то, что мы имели в этом случае станет выглядеть как если это еще немного отформулировать, то переработиться в 100 5. То есть метод стал конечно гораздо аккуратнее. Ну и в конце мы получим собственно то, чем мы работали, наш метод на миссии и метод миссии в котором мы реализовали вызов нашего конструктора в том, что мы можем получить все в 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 им но в в в в в в в в то в вот этот метод N-CEN он назвал Monado значит у этого Monado когда N-CEN N-CEN вызывает локус значитель той или больше, чем у тысячел раз до входа как у нас в стейке есть правило если мы видим если мы видим, например то они работают так у N-CEN есть еще одно правило мы в процессе билда возвращаем каждый раз экземпляр класса в нашем случае, который в конце вылез в некую структуру с которой мы сможем работать получая в данном случае наши слова вот можно еще раз посмотреть как это выглядит в двух дополнительных примерах давайте давайте про 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 то, когда и что нам еще раз то N-CEN позволяет делать цепочку вызовов которая у нас в конце вылится в некий один результат то есть нам не нужно будет знать сколько там вложено это это все будет выполняться циклически в конечном итоге мы получим какой-то один результат с которого сможем с которым с которым сможем работать в данном случае вот нужно это собственно наши наши тексты монад можно посмотреть на гитхабе он собственно гем который написал том позволяет заимпредитить вот эти вот монады каким-то простым образом собственно можете зайти посмотреть и узнаете кто такой ну exception можно в принципе а exception вот в том случае если у нас есть определенные ложность ну да посыпется красивыми которые будут в одну строку в одну строку написан как в самом конце а да то есть там на самом деле сам докладчик и и она просто прав, и факты какого-то класса а потом сказал что я вот это вот все решил обозвать словом на нации вот видите посмотрите как это работает вот решил назвать что это не ага из сказки не не итак следующий доклад Итак, это время истории. И сначала перед историями мы познаем мудрость. Знание силы. Франция Бекон. На самом деле это Франция Бекон. Дисклеймер. Все события происходили. Но они пошли и спросили своих друзей, которые в технологии разбираются. Но вот Фейсбук использует PHP, но он тоже использует PHP. Они ему сказали нет, используйте Rails. Потому что Rails это новая PHP. Какие красные парочки. Их составляет вот так, но взлетело. Кем-то начали выкладываться компоненты с швовными. Они возникли проблемы с тем, что все двори составлялись. В общем они потусили и нашли, им посоветовали классного программиста. Карлоса. Карлос раньше писал на ассемблере, а потом перешел на Go. И его кодовое имя Кончита. Кончита предложила им переписать сервер обработки изображений. Написать им сервер для обработки изображений, который будет работать в 50 раз быстрее Ruby. Это магия. Алиса сказала Бобу, мы должны взять Кончиту, она должна переписать это все, и мы будем успешны. И они наняли Кончиту за большие деньги. Но Кончита поняла, что все не так просто. Что вот я получаю изображение, а какой пользователь его послал? А этот пользователь авторизирован вообще или нет? И тогда она позвонила Дэйву, другому другу с караоке. Дэйв. Дэйв только что вернулся из тренировочного лагеря для разработчиков, за который он заплатил 20 тысяч долларов. Где его научили все про сессии, все про Ruby. И Дэйв сказал, знание силы, танцы и бекон, я помогу бесплатно. И он начал рассказывать Кончите, что нужно использовать сессии. Кончита говорит, ну я понимаю, что сессии, но что такое сессия? Сессия это хэш, ответил Дэйв. И как мне получить эту сессию? Ну, берем сессион, current user. А как это работает? Это магия, сказал Дэйв. Кончита не верит магии, поэтому она позвонила другому человеку, которого она знала, потому что он изначально написал это приложение Эйв. Это человек Фрэнк. Человек с темным прошлым. Он воровал сессии Фейсбука вместе со своей девушкой Ив. И он больше не работает на этом приложении, но он очень много знает про Эйв. Фрэнк говорит, сессия, сессия это легко. Используй куки. Что такое куки? Куки это то, что черная коробка, которую мы достаем из сервера, даем пользователю, он там, иезжает на своей машине. Но есть проблема с этими кукисами. Их может, плохие люди могут их украсть, могут их подделать. И на самом деле большинство плохих людей это твои же пользователи. Они захотят изменить свое имя, стать какой-то другой знаменитостью, посмотреть скрытые фотки ее котов, все такое. Соответственно, мы подписываем наши куки. И Braille за это отвечает ActiveSupport Message Verifier. Собственно, он подписывает и проверяет. Чем мы их подписываем? У нас есть secret token, в котором длинный стринг, который является нашим ключом. Но если бы мы все подписывали одним ключом, это было бы легко посчитать, что это за ключ. Поэтому мы используем такое понятие, как key stretching. С помощью хитрых алгоритмов мы с помощью итераций генерим много ключей и подписываем имя. Таким образом нельзя сказать, какой у нас изначальный ключ. Кончита счастлива. Она написала приложение, она разобралась с сессиями. Все работает отлично. Получила больших гонорар. Но тут происходит драма. Фотографии котов уходят на 4chan, на Reddit, приватные фотографии. И все плохо. Алиса с Бубом приходят к Кончити и говорят ей. Эй, не переживай, наш сайт стал еще более популярен за счет всего этого черного пиара. Мы добавим на HTTPS и у нас никогда такое больше не повторится. И проходит неделя, и у них падает база данных. И все, совсем очень плохо. Алиса плачет, Буб расстроен. Никто не знает, что делать. Появляется на сцене Венди. Венди – это новая девушка Фрэнка. Когда он вышел из тюрьмы, Ива его бросила. И новая девушка, она хорошая. И она точно знает, что произошло, почему база посыпалась. Она говорит, что это сделала Ив, бывшая Фрэнка. И как она это сделала? Она, Фрэнк, как любой нормальный человек, коммитил код вместе с Secret Token. И Ив смогла его получить в Secret Token с продакшеном. Соответственно, он может ей позволить что сделать? Зайти под каким-то пользователем, зайти под Эмой Ватсон и посмотреть что-нибудь. Но ничего больше, казалось бы. Но есть еще одна дыра. Собственно, использовать куки, подмешать. Эта дыра называется Marshall. Marshall – хороший парень, но ему нельзя доверять. Что делает Marshall? Он сериализит наши объекты, которые мы записывали в куки. В общем, short story long, long story short. Не используйте Marshall, используйте Jason. Jason – простой парень, но он делает очень мало. Но то, что он делает, он делает очень хорошо. И у него нет таких дырок, как у Marshall. В общем-то, Ив использовала этот дырок для того, чтобы убить базу данных. Сейчас расскажу как. У Marshall, в общем, что она сделала? Она написала такой скрипт на Ruby, который дропает все таблицы. И подписала его как крутой хакер. После чего она залила его в куки, и когда объект десерализировался на стороне рельсов, этот хук выполнился и убил базу. Собственно, это на многих, если есть секрет токен определенного сервера, то это уязвимость. Ну, нельзя назвать ее уязвимостью, нужно получить секрет токен, но все же. И это на многих проектах работает прямо сейчас. Дыра была заделана, сайт начал приобретать еще большую популярность. Все начали использовать JSON. Кончита написала ген на GoRails. И Алиса праздновала со своими друзьями. А Боб ушел очень далеко в свою сказочную страну. Конец. Итак, все. У нас осталась еще одна презентация. Не, ну пора-то. Еще. Ну ладно, в принципе, я дадусь. Последняя презентация написана милым парнем Петр Затковский. Это преподаватель в польском институте информатики. Ну, не информатики, компьютер-сайенс вообще. И он будет рассказывать про стандартную библиотеку, про ее возможное использование. Практически весь код, который будет, он будет по стандартной библиотеке. Небольшая история. Он, Петр, влюбился, нашел свою пару, начали с ней общаться. Они поженились. И у них был сладкий месяц. Медовый месяц. Да, и он, как самый нормальный мужчина, на этом медовом месяце написал гем. Гем называется сигнор. Ты задаешь какой-то тег, сигнор, прега и тег, там, лис, перл, руби, руби питон. И он тебе выдает, связанно с этим тегом, цитата. Это все, что он делает. Цитаты довольно забавные. Это его простая наивная реализация. Собственно, мы будем его реализовать практически полностью на стандартной библиотеке. И дальше будем расширять. То есть, на примере этого гема. Итак, во-первых, Петр предлагал нам не использовать nil, а использовать структуру возвращать. Для того, чтобы наши ошибки были проще и было понятно, что происходит. Мы будем сторить наши цитаты переменной store. Будем доставать их вот таким вот способом. И вот мы пушим несколько наших цитат и получаем ее. То есть, это вся реализация нашего гема пока что. Переходим дальше. Примеры достаточно искусственные, но их можно использовать в своем коде. В частности, они очень полезны будут при написании прототипов. Потому что они краткие и используют только Ruby. Итак, у нас есть гем, который выдает цитаты. Но он хранит всю информацию в массиве. Мы хотим, чтобы наша информация сохранялась после того, как мы запустили программу и добавили пару элементов. Поэтому первое, что мы рассмотрим, это документохранилище yaml.store, которое будет сохранять все наши цитаты в 6.yaml. Значит, мы подключаем yaml.store, вызываем transaction и добавляем наши статы. Собственно, с помощью транзакшена же мы можем их потом доставать. И у нас все работает. Достаточно просто и полезно. В чем польза такого подхода? У нас есть yaml файл, который всегда можно легко отредактировать, легко прочитать. И если у нас не какие-то большие производительные штуки, то вполне можно это использовать. Если правильно. Итак, время загадок. Какой наш любимый протокол был в 1991 году придуман? Да, наш любимый протокол HTTP. Соответственно, напишем веб-сервер на стандартной библиотеке Ruby для наших цитат. Создадим цитаты. Используем gsub, чтобы убрать интендацию. И чтобы запустить наш сейвер, нам нужно подключить веб-рик, создать объект веб-рик с портом, вызвать один метод mountprog, собственно, указать наш query, указать нашу подпись, что мы берем ее из нашей библиотеки, store, по тегу. И все, добавляем хедеры, возвращаем в response body нашу цитату, стартуем сервер, и она работает. Это 8 строчек кода, чтобы написать веб-сервер. Достаточно удобно. Можем проверить с помощью курла. Заходим, задаем tag Ruby, и, в общем, читаем интересные цитаты. Если вы знаете, что такое unexpected cand, значит, один японский человек узкал много вашего времени. Время загадок номер 2. Более низкоуровневый протокол, который был написан в 1969 году, находится под HTTP. TCP, да. Напишем TCP сервер с помощью стандартного Ruby. Добавляем наши статуи, рекварием G-сервер, собственно, библиотека стандартно. И для того, чтобы использовать TCP, нам нужно определить, ну, создать наследника нашего G-сервера, определить один метод serve, дать ему IO объект внутрь, вывести, что же нам вводить, tag вводить, принять, прочитать, tag, IO gets, записан в tag без пробелов, и, соответственно, мы можем получить нашу стату и вывести ее. По умучанию стартует наш сервер в отдельном треде, мы его джойним, и там это можно проверить. Собственно, tag мы писали Ruby, получили цитату. Tag complete, или console complete, собственно, дополнение. Как его сделать с помощью стандартной библиотеки? Добавляем наши цитаты уже всем надоевшие, и берем все теги из нашей библиотеки, из нашего стора. Собственно, берем их в одномерном массиве, и все, что нам нужно для того, чтобы создать аббревиатуры, это взять этот гем аббревиатуры, ну, не гем, стандартную библиотеку, и вызвать ее на нашем одномерном массиве. И, как мы видим, мы получим хэш, хэш наших слов с ключами. Дальше, как его использовать, мы можем вызвать тот же метод аббрев с шорткатом R, нас выдаст все, что начинается на R, если у нас есть R, оно нам вернет его, у нас его нет. Отсортируем наши ключи, возьмем ключи, которые наиболее близки к нашему вводу R, и выведем их RA и RE. Вот здесь вот мы взяли ключи, которые наиболее близки, а здесь мы просто отсортировали. Соответственно, дальше мы можем подставить RE, если пользоваться делом RE, и выдать ему такой результат. Также можно использовать регулярные выражения в этом аббреве, и это позволит нам очень легко сделать функционал, например, как в Sublime Text Editor, Ctrl-P. Собственно, достаточно просто и очень мало кода. Если мы долго занимаемся сбором цитат, нам нечего делать в нашей жизни, то, возможно, некоторые люди будут авторов писать с ошибкой, как вот, например, записали у Петра, у Петра в одной раз Массией Сегловский, а в другом Массией Сектовский. Хорошая цитата. Когда я прочитал документацию по АПП.нет, я желал подонетить огромную негативную сумму денег. Собственно, как нам сравнить два стринга? Можно для этого использовать Лвинштейн-гем. Он принимает в себя два стринга и считает наименьшее расстояние между ними, то есть наименьшую разницу. Это нестандартная библиотека, но очень полезный гем, который понравился автору презентации. Собственно, будем его использовать. Это его приблизительная реализация, не зацикливайтесь на этом, посмотрите лучше вот сюда, модуль функшн. Это то, что по мнению автора нужно использовать многим программистам. Что он делает? Он делает наши методы приватными, когда мы подмешиваем наш модуль Лвинштейн. И мы можем дозывать наши методы с помощью как будто мы их задали как self. Сочно полезно, если это используется. Тут мы видим применение нашего Лвинштейн-гема. Соответственно, мы выбираем всех авторов. мы вызываем на авторов метод combination. Он возвращает innumerable объект с двумя объектами внутри. Собственно, он принимает в себя массив одномерный и делает все комбинации авторов попарно. В частности, мы здесь указали два. Дальше мы считаем, возвращаем ловитштейн-дистанц, то есть считаем, какое расстояние из этих попарных элементов наименьшее. И получаем наш ответ. Масей Сегловский. Также хорошее применение этого гема, например, добавить его в метод missing, чтобы, когда кто-то указывает неправильное название метода, оно у него все равно сработало. Ваша команда вас полюбит. Это не очень полезно. Собственно, мы делаем комбинации всех авторов. Они высчитываются, это задача на выборку комбинации с комбинаторики. Она высчитывается по такой формуле. К у нас 2, у нас 2 автора. Мы считаем, и у нас получается, допустим, у нас 2378 авторов, из них получится 2 миллиона 826 253 тысяч, в общем, 253 комбинации. Это очень много. Допустим, мы все равно хотим это посчитать. Давайте сделаем это в распределенной форме. У гугла есть рейндж сети 42024 от сети. И было бы хорошо, тоже забавная цитата, дать адрес 4321 NASA для ракетных запусков стрима. Да, было бы неплохо. Давайте предположим, что эта сеть принадлежит нам. И у нас есть компьютеры, которые каждый занимает один IP-шник в этой сети. Всего 254 сервера. Что мы можем с ними сделать для того, чтобы посчитать какие автора наиболее... Где у нас опечатка, где наиболее близкие дистанции между именем фамилии авторов. Собственно, пишем код для этого. Используем DRB, DRB сервер. DRB сервер позволяет нам это сделать. Написать очень простую распределенную систему, которая что-либо считает, что-либо делает. Пишем наш модуль типа Finder, который ищет расстояние и делаем метод. Это мы добавляем на каждую машину из этих 254. Для того, чтобы запустить и использовать, мы просто рекламим DRB и стартуем наш сервис. И джоним thread, потому что он в другом thread по умолчанию. и это нам позволяет метод most similar pair among иметь к нему доступ снаружи из сети. Это наш код, который мы создадим на нашем сервере, чтобы оно все работало. Прежде всего обратите внимание на DRB object. Это собственно объект, на котором мы сможем вызывать наш метод. собственно вот мы идем по вот этой ссылке, задаем IP каждого сервиса и это нам позволяет пересерилизировать данные, отправить на каждый из этих сервисов и получить ответ. И потом с тем ответом что-то делать. Теперь по порядку. Вначале мы генерим наши IP-шники с помощью стандартной библиотеки IP address. Оно генерит наши IP-шники и можно их выбирать просто в простом цикле, из простого массива. Дальше у нас есть 2 миллиона авторов с чем-то. Их нужно разделить. Соответственно делим их на 254, проверяем и получаем приблизительно 11 тысяч комбинаций авторов на один instance. Дальше мы собственно разрезаем этих авторов. Что-что? Ну комбинации комбинации а вторых. Запускаем наши треды с кусочками комбинации и запускаем треды для того, чтобы оно все параллельно происходило, а не мы в цикле запросили первый и ждем ответа. Собственно, чтобы оно работало распределенно. Вызываем наш метод, он возвращает самую подходящую пару и в итоге у нас есть массив threads, который содержит в себе 254 пары по каждой паре на каждой сервере. И мы можем еще раз последний раз вызвать наш тип файндер и найти из них самых подходящих. Собственно, Петр брал имена ники из твиттера и там были интересные ники I am developer и I am developer. Собственно, то, что у нас нашло из этих всех авторов. Собственно, о чем была эта презентация, какие выводы можно отсюда вынести? Использовать больше стандартного Ruby. Он простой, он быстрый, он легкий. Сохранять можно в Pestore или в Ямле. Собственно, Pestore он с помощью Marshall сохраняет очень похоже на Яму по функционалу. Создавать простые сервера с помощью вебрика G-server особенно для портотипов. Собственно, автодополнение с помощью Abrevo, распределенное вычисление или что-нибудь распределенное с помощью DRB-сервера и IP-адрес. Так, это не ушло в презентацию. Дальше. Что нам нужно сделать, чтобы стать лучше? Автор советует прочитать исходный код объекта Innumerable, класса Innumerable, использовать STD-Lib, WicRef, называется библиотека, любимая библиотека автора. Посмотреть все-таки как выполняется Левенштейн гем внутри и в принципе чекать Twitter автора и все такое. И это последний слайд. Спасибо за внимание. субтитры